Сегодня мы приглашаем вас взглянуть на одну из самых, пожалуй, масштабных коллекций Эрмитажа. Она собиралась долго, почти три столетия. А начало ей положил бывший корабельный плотник на верфях Саардама, он же российский император Петр Великий. Это по его приказу привезены были в Россию первые сотни картин из страны, которая навсегда осталась для русского царя прообразом деятельной и процветающей Европы. Петровское собрание росло, в него вливались новые дары, и в конце концов оно обрело полноту своеобразного художественного фонда. Фонда голландского искусства XVII века. Нам остается только догадываться, что это было за время, и что это был за мир, отраженный, как в осколках огромного зеркала, в сотнях, в тысячах полотен голландских художников. Голландия вступила в XVII век, можно сказать, на столетие опередив Европу. Она оказалась первой буржуазной республикой. Гордые бюргеры, третье сословие, пришли к власти, не стыдясь своего простонародного прошлого. И в этой стране множество людей вдруг открыли в себе талант художника. Профессия живописца буквально в несколько десятилетий стала одной из самых распространенных. Отец и сын Форселлис, Виллардс и другие маринисты писали море. Голландский флот по количеству кораблей вдвое превосходил в то время флотилии Англии и Франции вместе взятые. Пренебрегая опасностями реальными и фантастическими, он бороздил океаны. Финансовая жизнь Европы переместилась в Амстердам. Уезжая за море, голландский купец или моряк не мог быть уверен, что вернется скоро. Или что вернется вообще. Любимым жанром литературы в тот момент становится плутовской приключенческий роман. А живописцы выбирают житейские зарисовки, сюжетные драмы, неразгаданные загадки. Каждая картина, как окно в исчезнувший мир. Мир предметный, живой, наполненный незримым присутствием очень характерных личностей. Это не просто завтраки, десерты или натюрморты. Здесь есть вкус и пристрастие. Ощущение чудесности мира. И в то же время какая-то необыкновенная практичность. Радость обладания каждой вещью. Голландскими живописцами повелевал рынок. У них практически не было заказчиков-меценатов. Их картины покупали. И людям нравились мастерски выписанные детали. Нравились похожие, непрекрашенные портреты, которые будут потом передаваться в семьях, как величайшая драгоценность из поколения в поколение. Предметом искусства становилось то, что еще недавно не могло претендовать на такую честь. Ужин в деревенской харчевне. Замерзший канал, на котором катание на коньках — это только будничный способ передвижения. Тот неподражаемый и незаметный, как воздух, уют бюргерских домов. Удобных, комфортных. Это слово еще непонятно в Европе. Эрмитажная коллекция малых голландцев насчитывает более двух сотен имен, за каждым из которых своя манера, свои пристрастия, свое восприятие мира. Питер де Хох. Его герои — люди у себя дома. Щука, принесенная с базара, — это ли предмет для картины? Предмет? Да какой занимательный! И начищенная до блеска латунь. И оцвет кирпичей на белой штукатурке. Но голландские художники-жанристы делали открытия не только в области света и цвета. Сценки, изображенные ими, не таят в себе ничего возвышенного и героического. Так незатейливые домашние забавы. Игра в трик-трак Яна Стена. Герард Тербург. Бокал лимонада. Одна из лучших работ коллекции. Галантная сцена в благородном семействе? Но этот разговор глаз. Как он все меняет? Любовь и сда мудрày. Субтитры создавал DimaTorzok Их как бы не говорят вслух, они остаются за кадром, за рамкой И судьба этой молодой вдовы вдруг угадывается в чересчур элегантных деталях траурной одежды Внешний аскетизм протестантов стал вызовом для художников Как передать белое на белом? Или черное на черном? Завтрак Габриэла Метцио напоминает нам уже виденные натюрморты Но герои его здесь же, рядом с изысканной сервировкой А эффект недосказанности остается И прелесть жанровых картин малых голландцев именно в этой недосказанности Мы верим деталям и мучаемся от невозможности разгадать сюжет Торговая площадь в Харлеме Это торжество Голландской республики Недавнее испанское владычество, инквизиция, войны Все ушло в прошлое И вот теперь потомки замученных кальвинистов Гуляют по вновь отстроенному городу И над ними спокойное высокое небо Кажется, первым делом голландские пейзажисты учились писать Это серое северное небо А под ним плотины, каналы, поля, отвоеванные у воды Паулюс Поттер, ферма Прямо-таки пасторальная идиллия Если не считать того, что все герои картины заняты делом А в глубине дома, как ангел-хранитель, мать с младенцем Люди на деревенских полотнах малых голландцев простодушны Как простодушна природа Как простодушна эта суета на пустынном берегу Которому, быть может, суждено стать одной из заживленнейших гаваней мира Франц Хальс Портрет молодого человека В одном из старых каталогов он назван портретом врача Может быть, время, когда он написан Время надежд, невероятных поворотов судьбы и железной решимости ее перебороть Время победителей Еще одна работа Хальса Мужской портрет Может быть, это художник Или предприниматель Или путешественник У него еще была лихая шляпа на бекрине Видите? Тень на лбу Шляпу позже убрали В галантном восемнадцатом веке Небо, земля, море Животные Добрые и злые люди Все служат для нашего упражнения Тысячи природных богатств Взывают к нам Иди, созерцай И воспроизведи нас В отечестве Откроешь ты так много любезного сердцу Что, раз отведав Найдешь жизнь слишком короткой Для правильного воплощения всего этого Рембрандт Ван Рейн Творчество Рембрандта Можно рассматривать Как вершину голландской живописи И как совершенно обособленное явление Противоположность всему тому Что делали его соотечественники Он сам определил Свои художественные намерения Как желание выразить Наивысшую И наиестественнейшую Подвижность Наивысшая подвижность Это движение души Оказалось, что передать это Неизмеримо труднее, чем блеск шелка Или густоту бархата Лица на портретах Рембрандта Меняются Напрягаются Гаснут Выглядят устало Или успокоенно Они живут Субтитры создавал DimaTorzok Рембрандт По-своему пересказывает Библейские и евангельские сюжеты По-своему как художник Ломая каноны Создавая новую подвижную систему Святотени После которой писать Как писали раньше Было уже невозможно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Свет и мрак Добро и зло Это тема Рембрандта Не надо бояться и нельзя терять надежду Ибо пока жив человек Он должен прощать и надеяться Возвращение блудного сына Последняя работа великого мастера Одновременно с уходом Рембрандта Кончается эпоха расцвета голландской живописи Но картины остались Волшебный калейдоскоп исчезнувшего мира Мира Голландии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро и зло Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро и зло